Проверить работу общественного транспорта и дать советы по улучшению. В рамках форума Общественной палаты России и сообщества федеральные эксперты оценили транспортную доступность Самары. Началась проверка в историческом центре. Общественники сели в трамвай и направились в центр деловой, где спустились в метрополитен на Алабинской, проехали пару остановок в вагоне метро, обсудили работу самарской подземки и строительство новой станции театральной. Далее путь держали к автостанции «Аврора». Здесь проверили наземный транспорт, проехали в автобусе и поговорили с пассажирами, узнали, какие есть пожелания. Заключительной точкой стал центральный автовокзал. Здесь проверяющие осмотрели само здание, места для посадки в автобусы и ознакомились с тем, как работают частные перевозчики. В отношении других городов нет никакого развития по общественному транспорту. Здесь, по Самаре, мы видим определенные движения. Что касаемо остановочных павильонов, они есть в наличии. В большинстве городов остановок вообще нет навесов. Здесь единственное нужно добавить расписание на остановку. Больше всего вопросов к частным перевозчикам, которые не выполняют элементарные требования и запросы пассажиров на информацию внутри салона. Вход в переднюю дверь не всем нравится пассажирам. И многое другое, чего мы сегодня обсудили вместе с пассажирами, в том числе частота движения транспорта, более вместительные транспортные средства. Все это пассажиры хотят здесь и сейчас. По словам эксперта, на обновление всей транспортной инфраструктуры необходимо порядка 18 миллиардов рублей, и эти средства должны быть выделены из федерального бюджета. В целом, по словам проверяющих, город обеспечен общественным транспортом, но наблюдаются сложности в навигации, что может сказаться и на развитии туристического потенциала города. Я обратил внимание, что туристические группы передвигаются по городу, и в том числе на общественном транспорте. И здесь необходимо, конечно же, чтобы на остановках было уведомление расписания, и в автобусах тоже желательно, или даже необходимо, чтобы объявляли остановки. Муниципальная власть понимает те сложности, которые есть, и уже в процессе нашего разговора оперативно дает обратную связь своим замам на устранение этих проблем. Поэтому я думаю, что подобные проверки хороши тем, что в ближайшее время жители, гости Самары, Самарской области почувствуют на себе эти маленькие изменения. В городском департаменте транспорта также отметили, что подобные проверки полезны для развития города и дальнейшего планирования работы. «Коллеги пообщались с пассажирами, указали на какие-то наши огрехи, которые мы будем исправлять. Но в целом, я считаю, что это очень полезное мероприятие, оно позволяет немного по-другому посмотреть на себя. В принципе, у нас позиции совпадают. Мы начинаем и ведем работу по развитию общественного транспорта в рамках тех документов транспортного планирования, которые у нас приняты и есть. И, в общем-то, коллеги как раз нам и указали на то, что мы должны более активно и правильно внедрять. Это касается и выделенных полос, то есть у нас недостаточное количество выделенных полос для работы общественного транспорта. Это касается и припаркованных автомобилей, которые, к сожалению, очень серьезно снижают пропускную способность уличной дорожной сети. По итогам проверки будет сформирован документ с краткосрочными и долгосрочными мерами по развитию региональной столицы и направлен руководству города и области. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.